Чтобы рождественские праздничные дни не оставили шлейф неприятных воспоминаний, работники МЧС совместно с Белорусской молодежной общественной организацией спасателей пожарных накануне торжеств провели немало профилактических мероприятий. Особое внимание уделили категории детей. Для того, чтобы ребята из разных уголков Брещена не допустили случайной ошибки с плачевным финалом, будучи на зимних каникулах, спасатели поспешили обратиться к ним не с наставлениями, а с пожеланиями. И встретили они детей и школьников в самом привлекательном в это время месте резиденции белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще. Чтобы встреча осталась в памяти ребенка не только как увлекательное развлечение, но и как полезный урок, спасатели провели поучительную игру. По ее условиям, детям предстояло пройти четыре этапа с разными заданиями, перед тем, как попасть в гости главному герою праздника. Пройдя все испытания, ребята закрепили знания о пожарной безопасности. И в качестве поощрения их ожидала долгожданная встреча. Главный Дед Мороз страны не применил напомнить гостям о шутках с огнем и эксплуатации пиротехники. Назираю, что некоторые в ташопластике бывают с этими петанами, свертались, как пельмеды, накидаются под ноги малым детским николе. Это ненавидит, правда? Да. Я скажу, что я буду уважливать, что это может привести до таких выпадков, которые не заданы, когда мы изучим. К данной акции мы стараемся привлекать очень большое количество нашей молодежи детей. Мы говорим, это юные спасатели, которые входят все в состав Белорусской молодежно-общественной организации спасателей пожарных. И, конечно, когда дети причастны к этому мероприятию, тоже проводят такую акцию, то и внимание к этой акции совершенно иное, более внимательное, более трогательное, более доступное. Поэтому мы говорим спасибо нашим замечательным, активным ребятам, детям, которые очень так результативно приняли участие в проведении данного мероприятия. Спасателям городского отдела ПЧС тоже есть чем гордиться. Профилактическая акция в нынешнем году охватила большой пласт населения областного центра. Безопасный Новый год – республиканская акция МЧС, которая успешно завершилась в областном центре. Заключителем аккорда профилактического мероприятия стала праздничная программа в гипермаркете «Алми». Посетители торгового центра встречали пожарный Дед Мороз с подарками, конкурсы, викторины от работников МЧС, многочисленные концертные номера. Сюрпризом мероприятия стала презентация нового проекта Министерства по чрезвычайным ситуациям «Гордимся, что научили». В подведении итогов акции «Безопасный Новый год» приняли участие активисты Белорусской молодежной общественной организации «Спасателей пожарных», представители областной организационной структуры Белорусское добровольное пожарное общество, а также работники представительства «Белгострах». На этом мы не будем останавливаться. Конечно, будут продолжаться мероприятия и в следующем году, более масштабные и по качеству, по объему будем расширять. Об эффективности профилактических акций свидетельствует статистика. Ежегодно на протяжении 10 лет на территории области заметно снижается количество пожаров и погибших одних людей. С начала нынешнего года в Брестской области зарегистрировано 898 пожаров, на 17% меньше, чем за аналогичный период 2015-го. Гибель детей в огне с начала текущего года не зарегистрировано. Работники службы МЧС и все другие заинтересованные побывали в коллективах трудящихся, в населенных пунктах, в школах, в больницах, провели соответствующую работу по разъяснению правил безопасности и с пожеланиями, чтобы Новый год прошел прекрасно, замечательно, с улыбкой на устах и без каких-либо происшествий. София Бережная, Дород Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.